Всем привет! Куда сегодня нас занесет календарь событий узнаем в машине времени, а попутно заправимся интересными фактами и, конечно же, праздниками. Сегодня отмечается день энергетика. Речь идет не о напитках, что заряжают тебя кофеином и этот профессиональный праздник отмечают те, кто ежедневно приносит в наши дома свет и тепло. Сегодня единая энергетическая система нашей страны насчитывает более 80 региональных систем, образующих мощную сеть. По величине она занимает второе место в мире после США. Первый раз праздник отметили в 1966 году. Дату выбрали не просто так. 22 декабря был принят план по электрификации России. Он не только был выполнен с большим опережением, но и увеличен практически в три раза. В этом большая заслуга каждого специалиста энергетической отрасли страны. Что же касается наших дней, то по данным за прошлый год, потребление электроэнергии во всей стране составило 1 миллиард и 114 миллионов киловатт-часов. Для примера, чистая энергия солнца за секунду больше в миллиард раз. Хоккей один из самых популярных видов спорта в России. Благодаря морозной зиме в большинстве регионов страны он развивался активными темпами и привлекал большое количество болельщиков и спортсменов. Дом рождения хоккея в России считается 22 декабря 1946 года, когда в Москве, Ленинграде, Риге и Архангельске были сыграны первые матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Первая встреча с этой игрой произошла в конце 1932 года, когда в Москву приехала команда немецкого рабочего союза «Фихте». Гости привезли с собой незнакомые на тот момент атрибуты – клюшки, шайбы и амуницию. Первыми откликнулись на вызов сыграть хоккеисты Центрального дома Красной Армии. Среди советских хоккеистов самыми успешными по количеству наград являются Владислав Третьяк, Александр Рагулин и Александр Мальцев. Среди действующих российских спортсменов – Александр Овечкин, Дмитрий Калинин и Денис Зарипов. Также всем болельщикам известны имена Валерия Харламова, Анатолия Фирсова, Всеволода Боброва и многих других. В этот день, в 1953 году, более 20 населенных пунктов Магаданской области получили статус рабочих поселков. В их числе Стекольный, Амсукчан и Симчан, Сусуман и Нексикан, а также Устемчук, Ягодное, Аратукан и многие другие. Это мероприятие имело большое значение для закрепления трудоспособного населения, так как рабочие поселки получали значительные преимущества в области снабжения и развития социальной сферы, в том числе в жилищном строительстве, здравоохранении и образовании. В тот же день в составе Магаданской области были образованы сельские советы в Северо-Ивенском, Средниканском, Сусуманском, Тинькинском и Ягодненском районах. А вот из забавных и необычных праздников сегодня отмечается «День не заправляйте постель». Зачем вообще заправлять утром постель? Этим вопросом задавались лучшие умы человечества – философы, лентяи и ученые. И последние нашли ответ. Причина проста и кроется на простыне и в складках одеяла. Там живут ребята под названием дерматофагоидес или пылевые клещи. Они только и ждут, когда заправят постель, чтобы они могли в ней резвиться, обжираться остатками твоей кожи и неудержимо спариваться. А мы во всем этом спим и дышим клещинными экскрементами. Особого вреда они не приносят, но у некоторых людей могут вызвать аллергические реакции. Ученые из университета Кингстона подсчитали, что в обычной кровати обитает популяция пылевых клещей примерно в полтора миллиона голов. Для полноценного существования им нужна влага. Когда вы заправляете кровать, она становится уютным парником, подталкивая животных к дальнейшему процветанию. Если кровать не застилать, она высохнет быстрее, что клещам категорически не нравится. Идеальным будет не заправлять кровать в течение 10 минут и открыть в спальне окна. На этом все. Отмечай праздники, а мы увидимся в машине времени.